Рак, заболевания лёгких и сердца, заражение гепатитом и туберкулёзом. Появившиеся несколько лет назад вейпы изначально позиционировались как безвредный аналог обычным сигаретам. Однако на деле оказалось, что они наносят огромный вред здоровью. Согласно исследованиям учёных, каждый раз при использовании электронной сигареты курильщик сокращает жизнь на 9-12 минут. В школах Сарова идёт активная профилактическая работа по профилактике зависимости среди подрастающего поколения, а клиническая больница номер 50 помогает педагогам. Развенчать мифы о безвредности вейпов и популяризировать здоровый образ жизни – цель мероприятий, которые проводят в учебных заведениях города врачи-психиатры-наркологи клинической больницы номер 50. К сожалению, возраст употребляющих электронные сигареты очень помолодел. Даже дети, обучающиеся в первых, третьих, четвёртых классах, уже либо пробовали, либо действительно курят электронные сигареты. Поэтому профилактические беседы на эту тему – это один из способов привлечь детей, которые ещё достаточно маленькие, чтобы они не начинали употреблять. Мне бы хотелось только, чтобы наша работа была более собрана, концентрирована. Для этой цели нам необходимо работать не только лекциями и разговорами с детьми, но и комплексно с участием психотерапевтов, социальных педагогов, психологов в виде тренинговых занятий. По статистике, в России за пять лет курильщиков электронных сигарет стало почти втрое больше. Наблюдается рост числа 11-17-летних, которые когда-либо пользовались вейпом. В настоящее время 7% подростков – курильщики. Для сравнения, в 2021 году их было 3,3%. И это только начало. Производители подобных устройств готовятся в ближайшую пятилетку довести оборот на своём рынке до 4 миллиардов долларов. Как рассказал Андрей Калинин, подростки, их родители практически не обращаются по поводу лечения зависимости от вейпов. Тревожные звоночки поступают из школ. К нам приходят уже с другими вопросами. Там уже речь не о вейп, там уже о психоактивных веществах другого порядка. Вейп как стартовая позиция для курения других веществ, возможно. Однозначно сказать, что вот раз ты куришь вейп, ты станешь наркоманом, конечно, я так не скажу. Но если ты начинаешь себе позволять употреблять одно, второе, третье, внутреннее твое табу, оно становится не просто мягким, оно становится восприимчивым к любым предложениям. И в такой ситуации отказаться от предложения дилера будет сложнее, согласитесь, чем если ты не употреблял вейп, если ты не куришь. Одна из причин, почему дети тянутся к сигарете или вейпу, получить удовольствие. Никотин стимулирует в организме выработку гормона и нейромедиатора дофамина. Человек вновь и вновь испытывает желание повторять действия, которые в прошлом привело к выбросу дофамина. В нашем случае раз за разом тянется к сигаретной пачке или вейпу. Спорт и творчество. То, что приносит удовольствие, прекрасно заменяет любые психоактивные вещества. Эндокринная система спортсмена, например, вырабатывает дофамин, эндорфины, окситоцин, адреналин. Благодаря этому коктейлю улучшается настроение и самочувствие. Не говоря уже о пользе для здоровья. Себя надо находить как можно раньше. В каких-то занятиях творческих, чем-то себя увлекать. Это может быть наука, это может быть учеба, это может быть спорт. Все, что угодно, в чем ты будешь достигать каких-то результатов и на этом подниматься.